МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Мария Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Выдержит ли фундамент жители Силкина-46 обеспокоены состоянием своего дома? Стать донором? Спасти жизнь? Сорохчане приняли участие в акции по сдаче крови на типирование. Учитель года 2018 в департаменте образования подвели итоги городского конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. В городской дозор обратились жители дома номер 46 по улице Силкина. Горожане обеспокоены тем, что фундамент их дома размывает. И рано или поздно это может привести к чрезвычайной ситуации. Как на самом деле обстоят дела и насколько критичны трещины, образовавшиеся в фундаменте, выясняла наша съемочная группа. Для жителей дома номер 46 по улице Силкина вместе с весной приходит и ряд серьезных проблем. Дом построен в низине и обильное таяние снега вокруг приводит к серьезным разрушениям здания. Воды текут из леса. Там в подвале все размывается, фундамент весь. Размытие фундамента привело к серьезным последствиям. С первого по шестой этаж. В стенах можно увидеть разломы толщиной от 1 до 4 миллиметров. Управляющие компании в том году немножко починили. Они там что-то сделали якобы. И воды отвели, и то, и сё. А толку-то. Фундамент уже весь просел. Затопление происходит всегда именно весной. Снег на крыше начинает таять, и вся вода сверху стекает под дом. Но, по словам специалистов, переживать за то, что фундамент будет размыт, уже не стоит. В 2016 году было проведено обследование этого дома. И управляющая компания совместно с представителями администрации произвела ряд работ, необходимых для устранения проблемы. На огромную помощь нам департамент городского хозяйства всегда оказывает. ДЭП восстановили вот эту трубу, по которой раньше не было слива воды. То есть всё, что с крыши стекало, оставалось под домом. Плюс бордюрку, где восстановили. Также мы сделали ремонт лотка, который вот сейчас вы видите. То есть здесь лотков не было. Лотки восстановили полностью. Что касается трещин в подъездах, этому дому более 40 лет, и не один год центр ЖГХ вёл мониторинг. Новые трещины появляются систематически, но шире они не становятся. Мы в 2016 году точно так же ведём мониторинг этих трещин, ставим маяки. К сожалению, кто-то у нас их систематически сбивает. В настоящее время подтопление предотвратили, но только с одной стороны. Достаточно большое количество воды приходит и с леса. И тут управляющая компания бессильна. Для остановки воды необходим ремонт прилегающей дорожки, который от них не зависит. Мария Руинч, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. Во второй раз в нашем городе прошла акция по сдаче крови на типирование. Жители 13 городов Нижегородской области внесли свой вклад в выполнение национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Организаторы акции стремятся также привлечь внимание общества к проблемам донорства костного мозга, лечения гематологических и онкологических больных. Благодаря предыдущим акциям база потенциальных доноров пополнилась практически на 3000 человек. Елена Гаршин узнала об акции от друзей, которые сдавали кровь на типирование прошлой осенью. И решила, что если представится возможность, то она непременно примет участие. Всегда хотела быть донором, хотела помочь хоть как-то людям. Если есть такая возможность, почему бы не помочь? От меня не убудет, а кому-то возможно, я смогу спасти жизнь. Друзья, коллеги, интернет, телевидение, саровчане узнают об акции из разных источников. Приходят сдавать анализ крови по одному и целыми компаниями. Процедура не занимает много времени. Потенциальному донору нужно подписать соглашение о вступлении в регистр и сдать 9 мл крови. Другие обследования на этом этапе не проводятся. Узнала из канала 16, ну просто помочь, если вдруг кровь подойдет, почему нельзя детям, ну больным людям помочь. Решили, почему бы и нет. Ну может быть, возможно, кому-нибудь да поможем. Ну я думаю, мы даем некий шанс людям с такими заболеваниями на выздоровление. Современные медицинские технологии дают возможность победить опасные заболевания и спасти человеческие жизни. Но сделать это можно только с помощью неравнодушных людей. Желание помочь ближнему движет людьми разных возрастов и профессий. В прошлом году в сентябре я сдавала кровь. Очень хотелось помочь людям и, соответственно, хотела, конечно, в Арзамас даже съездить. Очень рада, что у нас теперь проводятся такие акции. Национальный регистр доноров костного мозга имени Вася Перевозчикова постоянно пополняется донорами. А это значит, что еще больше людей смогут вернуться из больничных палат домой к родным. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Подготовка к реконструкции улицы Симашка вышла на финишную прямую. Проект расширения проезжей части получил положительное заключение государственной экспертизы. Строительные работы начнутся сразу после перечисления средств из бюджета области. Сейчас специалисты работают над организацией схемы дорожного движения на период реконструкции. Вместе с этим происходит процедура изъятия в собственность городской казны земельного участка под частной автостоянкой. В ближайшее время аналогичные договоренности будут достигнуты с КБ номер 50. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Здоровый четверг в детской поликлинике снова отменили. Как сообщили в клинической больнице номер 50, в связи с продолжающейся волной простойных заболеваний, в четверг 12 апреля в детской поликлинике будет проходить прием больных детей. В регионе возможно резкое усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по Нижегородской области. Вкупе с резким понижением температуры воздуха это существенно увеличивает риск возникновения пожаров. Чтобы обезопасить себя от несчастных случаев, спасатели рекомендуют не использовать самодельные и неисправные электроприборы. Саровчанин Артем Парамонов стал призером чемпионата России по бадминтуну среди слабослышащих. Соревнования 10 апреля завершились в городе Суходол Нижегородской области. Артем занял третье место в парном мужском разряде. На их долю выпали тяготы военных лет и огромный груз ответственности за восстановление нашей страны после Великой Отечественной. Несколько лет назад в нашем городе была создана общественная организация «Дети войны». Ее активисты регулярно проводят просветительскую работу с подрастающим поколением. В Саровском физтехе прошла встреча со студентами в рамках проекта «Лучше бы не было войны». Сколько времени потребуется, чтобы изобрести те или иные боеприпасы для настоящей атомной бомбы? Где и когда впервые проводился запуск ракет и как выживать в экстремальных условиях? На эти и другие вопросы студентов Саровского физико-технического института ответил лауреат Государственной премии Советского Союза, ветеран атомной энергетики и промышленности, почетный ветеран труда и председатель общественной организации «Дети войны» Анатолий Веселовский. Голодь, холодь, аукрация, оккупация. Мы выжили. Мы все, правда, выжили. Потеря родных и близких, потом установили народного хозяйства после того, как немцев разбили. И вот в том числе и создание ядерного счета. Анатолий Васильевич принимал участие в 76 испытаниях ядерных зарядов, а также проводил испытания самой мощной атомной бомбы. На суд зрителя Анатолий Васильевич представил сразу несколько книг и статей об атомных испытаниях, а также презентовал книгу воспоминаний детей Великой Отечественной войны, опалённые бедой, дети войны и победы. Мы собрали 36 воспоминаний детей войны. Мы сейчас подготовили уже материалы второй книги. И вот она у нас сейчас в стадии выпуска где-то 9 мая. Стараемся идти к себе. Также на встрече с почётным ветераном ребята смогли познакомиться с научной литературой, посвящённой созданию ядерного счета, прочитать брошюру «Наше дело правое» и выбрать интересные статьи журнала «Атомная стратегия». Мы сейчас живём тоже в смутное время. Везде нужны люди, которые будут работать по этой интересной нашей теме, по защите нашей страны. И в этом случае ветераны, они как бы передают своё, что они наработали за много-много лет, они передают следующим поколениям. За годы трудовой деятельности в ядерном центре Анатолий Васильевич внёс бесценный вклад в обороноспособности нашей страны. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Подведены итоги финального этапа городского конкурса «Учитель года». Претенденты на победу представили оригинальные педагогические технологии в форме мастер-класса, за круглым столом высказали своё видение проблему формирования единого образовательного пространства в России, а также продемонстрировали творческие способности. О том, кто стал учителем года 2018, расскажем в следующем репортаже. Финальные испытания показали, что борьбу за победу ведут достойные соперники. И хотя педагогические опыты учителей разные, энергичность, креативность и смелость Лилии Мусяевой и Юлия Севцовой расположили к себе и зрителей, и членов жюри. Два разноплановых, но при этом очень высокопрофессиональных учителя. Когда уже педагоги достигают такого уровня, когда они выходят на конкурс, это уже не конкурс, это уже мастер-классы. Хорошие, мощные, сильные мастер-классы учителей, которые влюблены в свой процесс. В формате мастер-класс учителя представили оригинальные педагогические технологии, продемонстрировали умение вовлекать людей в процесс обучения. На импоризированной пресс-конференции порассуждали на тему качества образования. А конкурс с авторскими презентациями позволил учителям раскрыть свой творческий потенциал. Вот я сейчас понимаю, что участвовать в таких конкурсах нужно, потому что это дает толчок к развитию, к дальнейшему, развиваться надо всегда. Лауреатом конкурса стала учитель начальных классов 3-го лицея Юлия Севцова. Победу с разницей в 4,5 балла одержала Лилия Мусяева. Цветы, дипломы, подарки, поздравления коллег и друзей. А первые мысли победительницы были не о триумфе. На самом деле, я думаю, как бы мне завтра выйти на свои шесть уроков и уже соответствовать тому, что написано у меня в дипломе. Это такая следующая планка, поэтому с двойным усилием работать пойду. Конкурс «Учитель года» помогает выявить самых талантливых и перспективных педагогов. Победа в конкурсе не только доказывает высокий профессионализм учителя, но и поднимает престиж школы. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». Мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Такой торжественной обстановке и такому масштабу мероприятия позавидовали бы даже китайцы, признанные мастера организации красочных церемоний. Главы России и Турции жмут руки в президентском дворце в Анкаре, а за сотни километров от них в то же самое время в провинции Мирсин в небо устремляются тысячи воздушных шаров и начинается фейерверк. Все эти действия – звенья одной цепи. Старта этапа заливки первого бетона в основании первого энергоблока, первой в Турции атомной станции «Акую». Проект, по которому будет построена АЭС «Аккую», лучшее, что есть сегодня в российских ядерных технологиях. Станция «Поколение 3 плюс». Она отвечает всем требованиям безопасности, выдвигаемым международным сообществом. «Аккую», что в переводе означает «чистый источник». Сегодня у этого названия появляется новый смысл. Мы построим здесь новый источник, источник чистой энергии. И он принесет в дома Турции свет и тепло. Но не только светом и теплом хорош этот крупнейший международный проект, реализуемый Росатомом. Строительство АЭС «Аккую» повлечет за собой создание тысяч новых рабочих мест и обеспечение контрактами десятков промышленных предприятий в России и Турции. К примеру, волгодонский филиал «Атоммаша» в рамках заключенных договоров уже приступил к изготовлению корпуса и крышки реактора. Кроме того, здесь будут изготовлены комплект парогенераторов и четыре теплообменных аппарата. Первый энергоблок АЭС «Акую» должен быть готов к 2023 году. В этом же темпе будут построены второй, третий и четвертый энергоблоки. Суммарная мощность атомной станции составит 4800 мегаватт. Владеть и управлять этой атомной генерацией будет российская страна. То есть Росатом получит выгоду не только от строительства, но и от эксплуатации будущей АЭС, продавая миллионы киловатт электроэнергии турецким партнерам. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова